сейчас нахожусь на нашем объекте этот дом мы строили ну скоро уже будет практически год назад как построили мы этот дом сейчас по хочу показать во первых как он сейчас выглядит и в целом здесь уже благоустройство территории какой-то сделано и внутри соответственно он уже установлена мебель вот как это все выглядит нашем проекте dd55 достаточно уже распространенный проект в нашей компании как-то он приглянулся нашей аудитории нашим заказчикам и соответственно ну вот мы уже несколько домов по этому проекту сдали ссылочка будет кстати на него в описании под роликом проходите посмотрите комплектации разные соответственно цены на него тоже разные вот и еще момент в каждом таком проекте по модели dd55 каждый заказчик менял общем планировку одним нужно так другим нужно так в общем как вам нужно так мы собственно и сделаем с этим нет никаких проблем потому что мы занимаемся индивидуальным проектированием и сделать любой проект увеличить этот сохранив фасад принципе можно вот как в наших других этих объектах заказчики делали соответственно сохраняли фасад дома общий вид то но тем не менее планировки у всех были разные внутри вот а дом снаружи выглядел именно вот таким образом именно поэтому он и нравится большинство людей наших заказчиков потому что он имеет вот такой вот скажем так неординарный вид но давайте приступим ближе к отделке дома посмотрим как он выглядит снаружи у нас а потом зайдем уже внутрь и там уже покажем разные нюансы внутри поехали отделка дома друзья отделка дома выполнена имитацией окрашенной на производстве имитация здесь имеет размеры толщина у нее 21 миллиметр и высота 145 миллиметров поскольку она окрашена на производстве у вас не возникает проблемы в том что если допустим новый красите фасад он уже прибит как бы до метаться уже на фасаде вы начинаете красить снаружи потом она рассыхается соответственно геометрию не меняется в меньшую сторону то есть она сжимается и соответственно шип выходит из паза имитации а он не прокрашен получается у вас такие вот не прокрашены места по всему дому потом это кисточкой вам придется красить лазить по всему дому такая вот история как бы не очень приятно лучше я рекомендую заказывать как на внутреннюю отделку так и на наружную отделку сразу окрашенную на производстве во первых вы получаете полноценный фасад то есть он полноценно одинаково окрашен нет такого что допустим если даже красить имитацию отдельно у вас может быть одна доска покрашена там ну прогрунтована во первых ну опять на производстве она грунтуется первый слой потом один слой покраски и второй слой покраски то есть три раза к окрашивается это имитация грубо говоря да если вы красите и вручную что у вас получается до чтобы вот вас шип из паза не выходил и не было вот этой полосы не прокрашены можно покрасить ее самостоятельно но можно получить немного другой вариант когда вы красите отдельно каждую ламе имитации да на вашем участке то у вас получается в этом ее прогрунтовали когда потом у вас одна доска там в полтора слоя окрашена другая там в 2 грубо говоря 3 в 2 и 2 вот в таких пропорциях и получается на фасаде зебра здесь вот и даже если трехэтажный дом выстроить из этой доски да с такой отделкой на фасаде не будет изменений никаких пятен он будет равномерный по покраске он будет равномерный даже вот здесь вот не совсем показательный может вариант до одноэтажный дом для а если мы возьмем двухэтажные дома вот у нас стоят там нет перепадов по покраске то есть одна к одной одинаково все покраски особенность данного проекта это у нас окна с ламинацией ламинация идет как внутри так и снаружи здесь у нас идет двойной стеклопакет три стекла раскладочка присутствует вот кому-то может быть нравится кому-то не нравится эта раскладка но дело вкуса да кто-то любит смотреть имейте ввиду что допустим вы хотите смотреть на участок вот эти вот эта раскладка она все-таки мешает обзор вот эти моменты учитывайте сетка от насекомых присутствует как и на всех наших объектах это идет подарок заказчику вот она также у нас под цвет подобрана самой ламинации профиль здесь кстати века 70 вот для домов для постоянного проживания рекомендую там 80 плюс там профиль но как эконом в принципе и 70 профиль для пмж тоже подойдет наличники на окнах у нас выполнены из уже немножко другого материала это доска с поднятым ворсом такая прям шершавая хорошая чем она отличается от доски строганой по покраске по той же да то что за счет поднятого ворса я уже говорил других роликах слой краски здесь больше то есть за счет того что она взъерошенная такая глубже проникает лакокрасочные материалы в нее вот сейчас предлагаю двигаться крыльцу посмотрим соответственно крыльцо как выполнено там тоже будет свои нюансы кстати углы дома друзья углы дома выделять не стали вот может быть даже это и плюс для такого небольшого дома потому что у нас здесь наличники серые да если бы здесь мы тоже их выделили таким же серым цветом наверное было бы многовато серого свесы у нас тоже подшиты кстати тоже доской с поднятым ворсом вот видно ее за оператор сейчас покажет и непосредственно лобовая у нас тоже сформирован такой вот со ступенькой лесенкой тоже выглядит достаточно на мой взгляд лучше чем нежели допустим дело здесь лобовую из металла вот она выглядит на мой взгляд красивее так смотрится так дальше друзья подходим к нашему крыльцу что покрыться у нас напольные покрытия здесь у нас выполнены из доски дпк толщина у него 27 миллиметров как ступени так и пол крыльца тоже из доски дпк уход за нее следующего характера раз год ее нужно во первых отмыть с мыльным составом все это смыть то что натоптали за предыдущий опять-таки это нужно делать теплое время года естественно и потом пропитываем маслом террасным в один слой в принципе будет достаточно вот каждый год такую процедуру проходить и она прослужит вам верой и правдой долгие долгие годы если за ней не ухаживать соответственно будут разрушения ее и потом мы говорим что доска дпк это плохо там сами подберите слова нужны как-то так еще один нюанс друзья когда вы делаете опорные столбы на террасах вот у нас здесь не совсем показательно может быть пример да в плане объема не так здесь много столбов у нас он один и 2 укороченных маленький сколько это крыльцо на террасах это будет еще более актуально мы использовали здесь клееные столбы поэтому мы здесь не наблюдаем никаких трещин они у нас окрашены на производстве сразу пришли клееные окрашены на производстве все двух зайцев здесь как говорится заколоть если вы берете эконом вариант брус это будет получается у нас сырой его как правило либо прострогают либо прошлифуют вот что в итоге мы получаем через год его закрутила винтом во первых он стоит кривой один момент да и второй момент у него появились трещины даже если его вы его покрасили он во первых растрескается что палец пролазит то есть до полтора сантиметра бывает челик палец пролазит вставлять дальше это нужно будет загрунтовать в грунтовку соответственно ну загерметизировать до герметик соответственно краска не проникает это будет видно так или иначе деревяшки то есть деревяшка впитывает краску да тот же герметик да он не впитывает вот она ложится поверх и соответственно вас вот эти все они прокрасы скажем так назовем их так и в кавычках не прокрасы и будет видно и дальше опять-таки нет никаких гарантий что после того как его покрутила и он растрескался он не растрескается повторно то есть может быть может вас ожидать такая история что с этими столбами вы будете плясать не один год поэтому закрывайте этот момент этот вопрос раз и навсегда используя на своих террасах на своих на своем крыльце именно сухую строганную клееную древесину ну естественно покраска уже лучше всего на производстве а сейчас давайте снимем обувь во первых там уже у нас все окрашены обжитое и зайдем внутрь посмотрим как выглядит дом внутри здесь у нас достаточно бюджетная дверка для дачи самое то пойдет скажем так заходим внутрь обзор кстати на этот дом он есть на канале как мы собственно завершили мы я снимал собственно и обзор на этот дом покраска внутри выполнена не нашими силами заказчик здесь уже делал сторонними скажем так силами покраску мы находимся в тамбуре друзья вы когда вы строите допустим дом по индивидуальному проекту обязательно учитывайте в вашем тамбуре окно вот так же это будет актуально мы зайдем сейчас в санузел потому что вот опять-таки вечернее время да естественно на улице темно и вам это окно ничем не поможет но опять-таки в дневное время вам не нужно здесь включать свет постоянно бегать и прыгать все равно вы будете двигаться на участке и закрывая дверь здесь будет темень поэтому лучше предусмотреть какое-то небольшое скажем так на освещение все таки вот ну это дополнительно также проветривание дверь мы не можем оставить потому что порывом ветра может ударить и об стену и повредить во первых по петлям были у нас тоже разные нюансы заказчика поэтому вот окно устанавливаем она можно его открыть на проветривание вот таким образом мы получаем свежий воздух поскольку здесь опять-таки заметьте в проекте нет вентиляции потому что ну как бы дачная комплектация опять-таки ну и заказчику не нужно мне нужно было здесь вентиляция будут проветривание чисто открытием форточек так дальше предлагаю зайти внутрь дома здесь у нас у заказчицы будет как она планировала библиотека вот как-то так наша заказчица любит читать поэтому здесь будет библиотека каждый дом строит под свои нужды но вот здесь вот заказчик построил дом под свои нужды поэтому не кидаться тапками нужно учитывать мнение каждого человека вот такая у нас просторная здесь кухня-гостиная пожалуйста заказывайте мебель мы можем произвести монтаж мебели без проблем без всяких абсолютно вот как как раз вот в этом на этом объекте вам хотел показать как реализована здесь мебелировка да вы пожалуйста можно поставить диван как заказчик здесь реализовал здесь стол он выходит сюда часть стола столешниц соответственно продолжаясь выходит сюда это массив дерево вот пожалуйста стульчики можно поставить со всех сторон присаживайтесь где удобно здесь просто такой декоративный светильник можно присесть почитать книжку не нравится на диване пожалуйста можно здесь посидеть под кофеек почитать какой-нибудь романс не знаю так что как то так что еще у нас здесь ну здесь опять такие стены 2 и 4 метра в коньке потолок у нас здесь 32 метра можно уменьшить можно увеличить кому как соответственно учитывайте момент у нас есть вот обзор кстати дом мы строили на сайте он выглядит так да с высотой потолков до допустим адресом 24 25 метра заказчику надо там допустим 2 и 2 метра до где-то 2 метра допустим 2 и 2 на первом этаже 2 метра на втором и он получается приплюснутые уже не выглядит так как изначально выглядел поэтому эти моменты учитывайте то что вы допустим экономите но у вас страдает фасад дома тоже нужно в этот момент учитывать вот и сейчас посмотрели как выглядит этот дом снаружи но это с учетом того что по стенам 2 и 4 метра в коньке 32 вот такие размеры дальше друзья здесь у нас установлена достаточно небюджетного плана печь камин итальянская леонордика модель бьянка какая-то там вот стоимость одной только этой печи без всяких этих коммуникаций соответственно комплектующих вернее коммуникаций в плане дымохода до порядка ста тысяч обошлась это где-то около года назад вот так установили мы ее на вот такой вот скажем так лист стекла такое прочное стекло она уже является притопочным листом то есть она у нас заходит под печь является как защитой от печи напольного покрытия также и сюда здесь можно положить дрова и если какие-то уголечки в древе вдруг когда мы открываем что-то здесь вдруг отлетает она у нас остается здесь на стекле как притопочный лист используется здесь у нас пока черновой вариант заказчик еще пока не отделал здесь будет скорее всего плитка какая-то это плиты жаропрочный скамотек на металлопрофиле то есть они не крепятся сразу к вагонке как видите вот здесь у нас вагонка идет здесь металлокаркас установлен и только потом на него с дистанционным зазором плиты ну и также там дальше уже проходит печь через крышу через ппу потолочно проходной узел то есть мы устанавливаем все и печи пожалуйста камины без всяких проблем потому что мы строим не только каркас на дома мы строим еще бани естественно с разными печами там 1 2 3 там категории мы сталкивались поэтому это все без проблем делается в нашем случае коммуникации здесь все также сделано нашими силами вот соответственно водичка здесь присутствует водоснабжение горячее холодное септик все установлено еще раз напомню дом за качество обошелся в 2 300 в 2 миллиона 300 тысяч рублей сюда соответственно входило все наружная покраска там соответственно производства доска до внутри только без покраски монтаж санузла соответственно здесь все раковины туалета унитаза до гигиенический душ подстиралку все выведено электрика соответственно вся скрытая металлорукаве внутри идет сухой строганный каркас и дом утеплен на 150 кстати каменной ватой в плитах технониколь по кругу не только там стены пол потолок все на 150 каменной ватой в плитах также установлена душевая кабина то есть вы выбираете а мы устанавливаем с понятное дело что кому-то такая модель душевой кабины нужна кому-то другая кому-то нужна круглая раковина кому-то квадратная у всех все по-разному но мы это все делаем друзья то есть у нас получается как бы компания одного окна вы к нам приходите мы вплоть до не знаю до всего до столешницы всяких шкафчиков все это мы вам установим повесим все сделаем вы заходите и просто включаете там грубо говоря газ до ставите чайник и очень садитесь пить чай то есть вот таким образом смотрите друзья вот этот момент как раз я прочую и говорил да у нас одно маленькое окошечко присутствует еще просто дверь закрою да я закрываю дверь у нас сейчас уже вечернее время пятый час у нас вот пожалуйста окна бы не было здесь была бы кромешная тьма я бы оператора на у на ощупь только искал просто вообще бы здесь ну света никакого не было бы а здесь небольшое окошечко во первых вы получаете проветривание да то есть у вас всегда свежий воздух здесь был вот и дополнительный свет это очень важный момент и вот такими вот ограждениями закрыли соответственно коммуникации вы видели наверное да картинку или оператор не подснял сейчас подсним пожалуйста у нас здесь установлен бойлер водичка у нас нагревается фильтрация имеется ну соответственно вот через пол сделан вот в этом месте все пожалуйста все присутствует вот вам дачный вариант все закрыто декоративную такими решеточками деревянными все покрашено вот так это все выглядит и благодаря окну здесь светло но опять таки учтите момент по покраске да здесь достаточно все такое белоснежное и имеет отражение соответственно небольшая часть света поступает и мы получаем что хорошее освещение за счет маленького источника как-то так здесь еще достаточно такой интересный момент вот да он выполнена покраска заказчика здесь белая все до фурнитура черная окна черные вот то есть в принципе здесь ну со вкусом так скажем все подобрано светильники декоративные тоже присутствует вот заказчики ведь мы были какие-то свои может она подобрала какие понравились вот вот так вот домик выглядит у нас где-то через год скажем так вот так что велкам если вам нужен качественный каркасный дом или вас интересует проектирование то есть вот у нас наши проекты могу показать вам это у заказчицы будет строиться еще дом вот за окном видно свайное поле уже смонтирована вот распечатать можно его как на а3 так и на 4 как угодно формат любой здесь у нас присутствует два раздела есть еще третий в нем у нас представлена спецификация материала там соответственно уже вы можете ну сразу закупать материал и понимаете сколько нужно на ваш дом материалов благодаря именно проектированию здесь у нас эскизный проект и конструкционный раздел вот здесь эскизник такие вот фасады здесь представлено да вот бегло пробежимся скажем так высоты все тут выставлены соответственно тоже присутствует вот схематично такая часть вот человек стоит до среднего скажем так роста и вот соответственно чтобы понимать пропорции дома свайное поле здесь указано диагонали расстановка свай и расстояние между ними и раскладка ну соответственно это окна да у нас какие какие окна здесь у нас идут все размеры здесь окон указано все это у нас получается архитектурный скажем так раздел а это конструктивный раздел вот здесь самая соль для нашей бригады так ну здесь всякие общие данные и понеслась друзья каркас тоже свайное поле здесь присутствует по обвязке пошли вот эти моменты сколько обвязка соответственно какие запилы выполнены сколько должен быть запил да получается нас брус 150 по 150 идет 150 запил все указано соответственно во первых длина изделия до конкретной детали и соответствующие запилы на каком расстоянии делаются какой глубины они делаются да и соответственно какой ширины все это присутствует проекте все расписано грамотная бригада без всяких проблем вам по такому проекту смонтирует ваш дом лаги соответственно перекрытия да вот она на такой схеме обозначена здесь большие листы можно распечатать вот да здесь уже более увеличенный формат вот вот так в проекте можно сделать без проблем друзья мы проектируем не только вот вы можете выбрать проект готовы с нашего сайта но и заказать проектирование и выполнить хоть своими силами хоть как угодно вот так бегло пробить пролистнем пробежимся стены соответственно все укосины каждая деталь пронумерована спецификация на каждый лист имеется каждая деталь имеет здесь сечение по показана длина детали количество штук на каждую деталь тоже есть все есть абсолютно то есть все с учетом нагрузок нужно здесь допустим проем укрепить двумя стойками до финский ригель врезан соответственно над дверная доска до которая замыкает проем она тоже указана как она должна врезаться все моменты по перегородкам по каким-то частям стен все эти моменты есть дальше здесь тоже перекрытие фронтон пожалуйста а тиковая стена пожалуйста даже вот такой конструктивный элемент все указано не пробежите мимо никак не не пройдет не пройдете стропильная часть тоже вот ее можно разворачивать вот указано дальше момент обрешетка пожалуйста вот так тоже там схема 1 здесь получается уже в 3d все видно вот как расстояние все на по обрешетке все указаны брусок тоже здесь который задает дистанционный зазор все указано на каждый фронтон здесь все есть ну и здесь соответственно тоже все это такие вот спецификация скажем так материала вся есть вот как то так большого формата конечно удобнее в общем все что имел сказать по этому проекту друзья если вас интересует качественный каракасный дом который мы построим для вас с гарантией по технологии они просто абы как и абы что со скрытой электрикой металл рукаве септиком в общем совсем все что вам нужно мы все сделаем вплоть до того что поставим вам диван здесь без всяких проблем установим стулья кресла в общем все абсолютно обращайтесь с вами был власов никита компания власов желаю всем добра и стройте качественный дом хватит уже строить сарае всем пока в общем все